Евангелие от 2, 6 глава, 26 стих. Горе вам, когда все люди будут говорить о вас хорошо, ибо так поступали со лжепророками отцы их. Я хочу раскрыть тему сегодня, что такое хорошо и что такое плохо. Как один Павел писал, сын пришел к отцу и спросил, что такое хорошо и что такое плохо. Вот у дикаря, за уловское такое племя, спросили, что такое хорошо. Он говорит, если я во время войны сумею поразить соседа, земля его моя, жена его моя, дом его мой, это хорошо. А плохо что? А если сосед меня победит? Возьмет мою жену, возьмет поле, возьмет дом. Вот мы очень часто поступаем именно так. Христиане. Сейчас Слово Божие нам раскроет эту истину. Господь однажды предложил человеку добро и зло. Ну добро хорошо, зло это плохо. Добро и зло. И спрашивают, что делать, добро или зло в субботу? И они молчали. Какой-то вопрос можно было не ответить, но я не знаю, не видал. Но добро и зло. Иисус спрашивает, а это говорят люди верующие, по-нашему сказать, православные. И они молчали. И он возрел на них с гневом, скорбя об ожесточении сердец их. А они этого не знали и не видели. Горе, когда о вас будут все люди говорить хорошо. А у нас так одно слово если сказали, то это там намеком. И все, столетиями будут теперь злиться. А зло по мнению, когда тебе зло сделали, а ты за это зло еще пытаешься как-то расквитать все. Уподобляй дьяволу. Дьявол ничего не прощает. Это слова Яна Златоуста. Слово хорошо встречается в Библии 149 раз. А слово не хорошо 11 раз. Значит, нам легче научиться хорошо. 150 псалмов. Какой любимый псалом? А мы же каждый день их считаем здесь. Не дай Бог наткнуться на 108-й псалом. Псалом проклятия. И жена проклинается, и дети, и чтобы они с голоду подохли. И чтобы милосты не просили. 108-й псалом проклятия. А 118-й? Там под разными именами Слово Божие, Закон, Слово Библии повторяется 185 раз. Если это все присвоит тот и другой к себе псалом, то от первого псалма мы никогда не встанем. А от второго мы будем святые. И вот я для неба. Итак, Лука 9 глава, 33 стих. Мы несколько мест Библии откроем и посмотрим, к чему призывает слово «хорошо». Иногда мы говорим «хорошо», погода хорошая, все мы убрали. Ну, дождь, половина не убрана, но плохо. А кому плохо? Мы открываем Библию. Первая книга Библии «Бытие». И там говорится «сотворил Бог». И дальше что сотворил? В одной главе слово «хорошо» встречается шесть раз. Хорошо, хорошо, хорошо. Мы сейчас увидим так. И увидел Бог свет, как будто он до этого и не видел. Это все приблизительно. Называется антропоморфизм. От человечивания, чтобы нам было понятно, что там говорится. Увидел Бог и насекомых, и животных хорошо. В наших глазах колорадский жук разве это хорошо? А у него назначение-то другое совсем. Меня удивили несказанно, белорусы переписывались. Говорят, у них вообще во всей республике нету колорадского жука. Как это так? А мы отраву еще накупили и не продыхнули. Прямо полотно. Мы отрава не помогла. А это написано «Воинство Божие». Щерви, жужелицы, саранча. Это Божье полщище называется. Притечи Его прихода. Возумление. Для вразумления нам. Когда мы начинаем думать по-божески, по Библии, это хорошо. Когда она закрыта, невидимо ее, это плохо. Итак, Луха 9, 33. И когда они отходили от Него, сказал Петр Иисусу, наставник, хорошо нам здесь быть. Сделаем три кущи. Одну тебе, одну Моисею и одну Ильи. Лучше некуда. Монастырек первый попытались сделать из трех кущ. Там люди, там бесноватые ищут. Нет, здесь очень хорошо. Тут Моисей или Я. Ну, мы знаем, кто Моисей. Моисей как? В горе потопил и все. Полезут на нас, потопим. Войны, я огнем пожигал. Нас нищем не возьмешь. И что Господь сказал? Не знает, говорит, что говорили. И мы увидим, не один раз это будет так. Что хорошо, когда с нами Христос или когда его нет? Ученики так и понимали. С нами Иисус. Он неприкосновенный. Нас не победить. Иисус говорит, для вас лучше, если я уйду. Петр заволновался, Господи. Он говорит, третий день меня распнут, третий день воскреснут. Да не бойся бы этого. Только что Господь сказал, плечи царство небесное отдаю. Вы считали про это? На всем камне, ты камень, Петр, твердый. На тебе церковь создам. И Христос сразу говорит, отойди от меня, сатана. Это что, ласковый язык? Да какая сатана? Это верховный апостол. Не нам судить. Печать уже стоит. Ты думаешь о том, что человеческое. А мы говорим, да ладно, мне не чуждо то, что человеческое. Вот когда человек поступает неправильно, то человеческое не чуждо. То есть пьяница, развратник, он все это оправдывает. Я же живой человек, что вы с меня хотите взять? Библия говорит нам об этом. Любимый ученик Иоанн молчит. Петр сразу сказал, ты уйдешь, а как мы? Да не будет с тобой, да не распнут тебя. А Господь ему пояснил потом, что пока я здесь на земле, я только с вами. А когда уйду, в Духе Святом я буду со всеми людьми. Вот в чем суть-то всяк. Пока Дух Святой не сошел, они блуждали налево-направо и не понимали, что говорили. Мы вот точно так себя ведем. Если нет рождения свыше, мы не отдались на служение Богу. Если Дух Святой не руководит нашим языком, делами, поступками. Посмотрим, как это было. Бытие. 1.31. Когда Бог все сотворил, увидел. И увидел Бог все, что Он создал. И вот хорошо весьма. И был вечер, и было утро, день чистый. Бог творец. Сатана совсем полщищем дьяволи, с ним одного комара не могут сотворить. Они могут только что-то привлечь чем-то туда, чтобы тебя укусило оса, там, нёд какой-то им брызнуть. Это они могут сделать, а больше не могут. Ни одной травинки не могут изобрести. Он творец. Творцом ни один Дух и человек это не творец. Он только умеет применить, куда это. Как лучше сделать. Как чтобы больше получить. И при том, когда человек делает, да, не смотрит. Модификационные вот эти, которые сегодня говорят, они там разные, вырабатывают что-то. Кукуруза. 80 сантиметров один пощадок. Начинали там с 4 сантиметров, 100 сантиметров с гектара. И когда стали применять, оказалось, через короткое время у человека появляются раковые опухоли. Бычков научились выращивать. Вот эта бойлерная птичка, которая быстро и быстро, несколько месяцев было, и она уже готовая. Это совсем не так должно быть. Но это уже несколько раз трансформировалось. Когда человек начинает торгаться в это, это называется узаконенное безумие. Утка, индюк скрестили, утка, как называют, индойют. Утка даже не выговоришь. Не положено это. Так оно мясо дает больше. По-нашему да, по-божьему нет. Всякая птица, насекомое, животное дает породу и подобие. Утверждение такое. Бытие 2.18. Как люди понимают? Бог посмотрит, все хорошо. И Адам все осмотрел, и для него стало нехорошо. Почему? Чего-то не хватает. Поделиться охотой, чтобы увидеть, как было хорошо, какие птицы, какие павлины. Я разговаривал с человеком, записал ему. Он в шахте был, его там задавило. И он оказался в другом месте. Я, говорит, видел рай. Вот у нас, говорит, возьмите павлинка, там хвост какой показывают. Все краски сияют. И воробей. Так вот, говорит, наш павлин, там на небе, как воробей. Другие птицы настолько выше его, настолько красивее, настолько сладкозвучные их звуки. Ну, это так понятно. Глаз не видел, уха не слышал. Не слышал на земле. Считаем. 2.18. И сказал Господь Бог, нехорошо быть человеку одному, сотворимому ему помощника, соответственного ему. Соответственного. Первый по образу и Божий, соответственный по образу и Божий жена. Закона они не знали. Но что-то там было уже заложено. Мне сегодня заказали о женской природе рассказать. Если Бог благословит, то утром можно будет услышать, что это такое. Меня одна спрашивает. Вы где-то говорили, что женщина смерть. Вы что говорите? Женщина жизнь дает рождать. Я говорю, никогда не говорил так. Я взял из-за крестьянства. Там написано, женщина хуже смерти. А что она смерть, где не написано. Через нее все мы умираем. Через нее, через женщину все мы умираем. Уже умерла от того, что женщина сделала. Больше ста миллиардов людей на земле. И во всем виновата Ева. Так написание говорит, я не придумываю. Книга Неемия. Пятая глава. С четвертого по тринадцатый стих. Редкое такое чтение. Прослушаем. С четвертого? Да. Пятая глава. С четвертого по тринадцатый стих. Были и такие, которые говорили, мы занимаем серебро наподать царю под залог полей наших и виноградников наших. У нас такие же тела, какие тела у братьев наших. Я поясню о чем. Вернулись из плена когда? Ну а там кто-то торговал, что-то было. А другие просто явился живой. Рад, на родину вернулись. Кончился плен. А эти-то стали теперь... Аналоги-то идут. Полей нет. А богатенькие-то скупили все земли. И спасеять негде. И они пришли к Ниеме и стали жаловаться. Как жить-то? Пришли из плена и хуже, чем в плену. Мы в плену так не голодали, как здесь. Дочерей продали, в рабство. И Ниеме узнал, но теперь что говорит. Это для нас. И сыновья наши такие же, как и их сыновья. А вот мы должны отдавать сыновей наших. И дочерей наших в рабы. И некоторые из дочерей наших уже находятся в порабощении. Нет никаких средств для выкупа в руках наших. И поля наши, виноградники наши у других. Когда я услышал ропот их и такие слова, я очень рассердился. Сердце мое возмутилось, и я строго выговорил знатнейшим и начальствующим. И сказал им, вы берете лихву из братьев своих. И созвал я против них большое собрание. И сказал им, мы выкупали братьев своих иудеев, проданных народом. Сколько было сил у нас, а вы продаете братьев своих, и они продаются нам. Они молчали и находили ответы. И сказал я, нехорошо вы делаете. Не в страх, не в страх, нехорошо вы делаете, я на слово хорошо упор делаю. И они даже не замещали, жили, братья пришли из плена, теперь в рабах. Ну земля хоть какая есть, она дает, что ты тебе там вырастешь. Но когда землю отдали, заложили в залог, да с процентами. Не в страх, не в страх или Бога нашего должны ходить вы, дабы избегнуть поношения от народов врагов наших. Чтобы враги не сказали, вот верующие, берут да еще с процентами. Да 100 рублей, а дай 120, или как, ну как банки дают. Так, притча Соломона 17.21, 26. Притча Соломона 17.26. Нехорошо и обвинять право, и бить он может за право. Нехорошо. Когда уж есть какие-то разговоры, что до конца если не знаете дела, да и вообще не прилепляйтесь к этим разговорам. У Бога все вымерено. И на кого-то нападает, он говорит, велика ваша награда на небесах. А когда все говорят хорошо, я беседовал неоднократно с священниками, которые в народе пользуются авторитетом, их там батюшка, батюшка, без батюшки никуда. А когда вас кто-то ненавидит? Нет, слава Богу. Горе вам. Горе. Потому что когда нас гонят, когда нас злословят что-то, мы начинаем размышлять, а что это и как, и глядишь, что-то найдешь. И мы видим и Слово Божие это. Христа гнали. Гнали. Пришел к своим и свои не приняли. Евангелие Тиана 1, 12. Не приняли. Мало того распяли. Апостол Павла. Сорок человек собрали. Сорок. Надо нас здесь сейчас, здесь. Может в четыре раза. И они заклялись. Мужчины, боевые ребята. Оружие в руках наточили. Завтра попросите. Выведут Павла для запроса. А мы как бросимся. Ну и там милиция-то стушуется. И мы его зарежем. Не будем есть и пить. Пост удивили. А племянник его услышал, доложил. И ночью 470 воинов отправили его куда он просил. Вот как. А другие апостолы распинали, убивали. Великомученица Варвара, Екатерина. Кому не мешали вера, надежда, любовь? Девчата. Там 10, 12, 13 лет. Казнили всех. Да как казнили, даже считать страшно. Это ужас какой-то. И Господь допускал, чтобы они прославили Бога. Не думая, что они покинут ее. Нет. Живет человек праведный. Господь, мы не видим, чтобы нами хвалился. Он похвалился одним человеком. Сатана предстал среди сынов Божьих. Как это уж и где, в каком месте, не знаем. И Господь говорит. Где ты был? Я всю землю обошел. А раба моего видел? Как он бог боязнен. Как он нищих любит. Еще бы. То, как он жил его со всех сторон. У него стада самые большие. Семь сыновей. Три дочери самые красавицы. Так можно жить. А ты вот коснись его, ты увидишь, что он такой же, как все. Начнет Бога ругать. И Бог сказал, делай, что хочешь. Только души не вынимай из него. И мы знаем, какая. В один день. Семь сыновей и три дочери погибают. Семь сыновей. Это сказать даже нельзя. А дальше все богат. Он богатейший был среди сынов Востока. Напали воины, все отняли. По одному прибегают. Всех убили, а один не остался. Затун говорит, а ты дьявол прибегал. Дьявол возвестил. Все убили, а ни одного не осталось. Это дьявол один и те же слова говорит. Я не знал бы этого. А когда златоук сказал, мои глаза тоже открылись. Люди, когда что-то говорят, точка в точку, они не могут сказать. А вон один остался, везде по одному. И считаю. Восемнадцать пять. Здесь же, рядом. Нехорошо быть лицеприятным к нечестивому, чтобы не спровергнуть праведного на суде. Мне приходилось судить, с ней разговаривать. Я примерно в судах провел тринадцать или пятнадцать лет. В судах. Только тот, который сейчас я имею, одиннадцать лет шел в суд. Одиннадцать лет. Никак. И, наконец, Бог услышал молитву. И дай в Москве. Президиум Верховного Суда СССР. И замок все пересматривает. И вот вы решили. Они мне должны были одиннадцать миллиардов. Что у меня конфисковали. Недоминированное. И суд выиграли. Оплатить нечем. И вот тринадцать ссор, так далее. Два здания. Это одно из самых красивых мест Барнауля. Справедливость, да. Дорого вам? Очень. А завтра один. Да будет имя Господне благословенно. Бог дал и Бог взял. У него было здоровье какое. Проказы покрыл Иова. Сатана сделал это. От подошвы ноги до темени головы. Лепра. Болезнь неизлечимая. Это не щасотка какая-то. И выздоровел. Как выздоровел? Не знаю. Мы не можем объяснить, что такое ржавчина. Что такое деревья гниют, которые закопаем. А там какие-то живые существа это все поедают. Ну, микронное там где-то. И мы должны всегда возводить молитву. Не как только канон Андрея Крисского. А помилуй меня, Боже. А благодарим Тебя. Христос преломил хлеб. Благодарил и отдал. Еще не еле уже благодарность. Третья ступень. Словословие. Что бы ни было. Славь Бога. Бог знает. Он слышит. И Он навел. Да будет имя Его благословенно. 19.2. Что слово хорошо? Я слово хорошо хочу вытащить на проверку. Нехорошо душе без знания. И торопливой ногами оступится. Нехорошо без знания. А что ты будешь знать? Да я не знал. Так говорил. Священник один на меня встретились. Я говорю. Ты говорил это? Да, говорил. А зачем ты говорил? Ну, я не знал, что это не так. Ну, ты не знал. Я это понял. Но ты в Алтаре в это время молился? Руки поднимал? Да. А где же Бог? Почему тебе не объяснил? Связи с Богом у тебя нет. Вот где беда-то. Не во мне. А теперь? А теперь его посадили, этот священник. А я его туда еще несу в тюрьму. Евангелие, да все. И хожу ходатайствую, везде, по регенеральными прокурорами. И ему скостили. И да, здесь он в Кытманово работал. Отец Владимир. И устал к нам ходить. Я говорю. Ты говорил, у нас нет икон. Говорил, да. А зачем? Чтоб к вам люди не ходили. А ты говорил, что у нас епископа нету. Говорил. А зачем? Чтоб к вам люди не ходили. Никакой цели-то больше нет. А дальше? А дальше Бог по ругаем не бывает. Он образует компанию, которая называется Красный Дракон. Хует разное там изделие. Хотел же мне помочь. Отказался. Добрый человек. Хороший. Из-за того, что я помогал, сестра стала ходить в университет нам на занятия. До времени. Как только он вышел, все исчезли. Никого нет. Что такое хорошо? Быть благодарным всю жизнь. Тебя один раз сделали. А ты помни, никогда не забывай о благодеянии Божьих. Ты видишь, какие рождаются дети. Когда видишь сегодня, мать сидит, у нее вот такие вот скула выпущенные глаза. Здесь даже глаз не видать. И она с ним возится. Они еще раскрытые роты. Как будто бы это уродливая кукла какая. А ведь такой мог родиться и я. Ты благодари Бога за каждый член, который дал тебе Бог. Как один ученик стал роптать. Я вот с тобой в пустыне здесь, а я бедный. Ничего нету бедной. Там почки принимают. А ну, сдай. Тебе денег дадут 300 там сколько. Да как я без почки. Договорился, органы все перебрал. Да ты золотой слиток, милый ты мой. Да ты такая хорошая. Ты поблагодари Бога за все, что он тебе дал. И дальше считаем. 24-23. Сказано так же мудрым. Иметь лицеприятие на суде нехорошо. Нехорошо. На меня написал книгу один секретарь компартии Мамонского района Морозов. Книжка написана им. И мне ее прислали. Это всякая безобразность эта. Потеряевка исчезла в 1972 году. А я в 1975 году был в местной школе. С Надеждой Васильевной отталкивали учительницу. И Библию по рядам школьников шли. И раздавали. Я в архив. Архив приставил справку. В 1972 году исчезла. Я в 1975 году где был? Воробьям раздавал. Все доказано. Потеряевки не было. Никаких рядов не было. Последний год было три ученика, как у нас. Три. Какие ряды? Какие Библии раздавать, когда взрослые Библии не могли достать годами? И судья все это слышит. Я представил документы. Она на его сторону давит. И все было. Но деревни не было. Ее не было. Я привезу справки. Все. Центрального архива. Вот не надо так делать. Ты молюненько разберись. Был там человек. А был он там или нет. Почему? Судьям сегодня не очень доверяют. Судья только слушает. Следовательно разобрал. А сегодня как? Суд присяжных. Двенадцать человек. И они сидят, слушают. А потом уходят в другую совещателю комнату и решают. Виноват, не виноват тот, которого судят. Оказалось недоказуемое. А уже прокурор показал доказуемое. Она убила соперничество с окна, столкнула ее. Завладеть, чтобы имуществом там кто-то заседатели не поддержали. И говорит. Убийство было, но не доказано. Судья сразу молотком открыть клетку. Она в клетке сидит. Подсудимая. Невиновная. Все. Вышла, она смеется, плащет. Судья не может решить. А здесь двенадцать человек. И они, видимо, получают что-то. А то, ну, когда касается смерти. Ну, где-то тяжелая статья такая. А у Бога-то ведь все просто. На одного по Библии как? Где нашли убитого? Нашли. Кто убил, неизвестно. А теперь он начинает мерить. Оказался ваш дом самый близкий. Теперь в доме. К какой двери он ближе всех мертвец будет? Тот и виноват. В Библии говорит так. Другого закона не было. Кому ближе? Да он убил-то его далек. Как моим дверям принес его? А я должен отвечать? Да. И так и было. Но святого все-таки нашли и спросили, как? Он говорит, он не виновен. А золото, которое украли, там дерево одно стоит, вон там в лагах. Там возле дерева ямка маленькая, там закопано. Пошли. А кто сделал? Вам вернули деньги? Больше не спрашивайте. Хотите, ищите. А кого не найдут-то? Убийцы оказались в другого района. Итак, что такое хорошо? Доверяться Богу. Принимать наказание, поношение. Велика ваша награда на небесах. Мы должны усвоить. Нам никогда не разобраться в этой жизни. У меня опыт очень большой. Я и там, и там был. А все, с каждым днем, все сознание приходит больше. Я только верхушку вижу. А вперед, что из этого получится, не знаю. Как я упрашиваю нового человека, чтобы он не ездил каждый год куда-то? Не ездил. Плакал. На колени остановился. Ничего не помогает. Почему? Я Богу просто прошу. Почему? Ни ночную, ни вину, и молитву Бог не принимает. Человек может поедать и хоронить негде будет. Ничего нету. А обиду нанес. Что за мной смотрите? Потому что ты дорог для нас. Мы молимся. Сегодня трудно рассудить. Помолиться надо. 25-27. Я притчи Соломона считаю. Как не хорошо есть много меду, так домогаться славу не есть слава. Видишь как? Как Брежнев увешанными медалями каждый день по новому ордену. А так много меда есть. Ты не знаешь, что много меда есть. Не все вместится. А так домогаться слава. Так мед же хорошо. В норме. А больше армянист не возьмет. Я на себя этот мед выденю. Дальше. Деяние апостолов. 6-2. Я Слово хорошо. Со всех сторон хорошо бы осмотреть его. И чтобы научиться отвечать хорошо и плохо. Бог говорит, предложил я тебе жизнь и смерть. Ну жизнь и смерть. Что изберешь? А Господь добирает. Зачем вам умирать? Изберите жизнь. Я, если путь истины и жизни. В Новом Завете избирать, искать не надо. Христос 14-6. Евангелие от Иоанна. Я, если путь истины и жизни. Истины два не бывает, а одна Христос. И путь в рай только один, через Христа. И жизнь только на Христе. Что непонятно? На колени перед Богом. Итак, 6-2. Тогда 12 минут. А с первого по 11 стих. В эти дни, когда умножились ученики, произошел у эллинистов ропот на евреев за то, что вдовицы их пренебрегаемы были в ежедневном раздаянии потребностей. То есть, когда раздавали пироги, что там делали, и которые евреи из других стран были, ну, как-то в стороне. А которые иерусалимские, им лучшие русские подкладывали. Начался ропот. Это первоапостольская церковь. Что дальше будет? Посмотрите. Тогда 12 апостолов, созвавши множество учеников, сказали, нехорошо нам, оставивши Слово Божие, пищись о столах. Нехорошо. Что бы ты ни делал, работал, ты везде с собой имей Евангелие. И кто-то там откуда-то подъехал, поговорил Евангелие раз, ему падал. Заверни в салопарьше. Положи Евангелие несколько. Нету, у меня возьми. Нехорошо. Хорошо и нехорошо. Да, они своих больше любили. Кто-то сказал, нехорошо. Вы дело оставили Божие. Проповеди нету. Часами стоим и ничего не понимаем. Идем домой, и один из этих, кто с нами здесь, кто считает вот здесь, и говорит, я же ничего не понимаю. А что спрашивать про детей? Это греки нас наградили этим. Ничего не понимают. Проповеди нет. Никто не спросит со священника. Никто. У нас вот его считают златоуста. В других местах вообще нет. До свидания. Не забывайте свечки, покупайте. Если мы слышим голос Божий, он нам говорит определенно, четко и ясно. Не оставляйте Слово Божие, не оставляйте проповеди. И далее. Итак, братья, выберите из среды себя семь человек, изведанных, исполненных Святого Духа и Мудрости. Исполни Духа Святого. Как выбрать? Людей-то много было. Тысячи обращались. Три тысячи сразу. Кого выбрать-то? Какие условия? Изведанных, что они действительно верующие. Исполненных Святого Духа и Мудрости. Когда избирали патриарха, какие условия стали? Три кандидатуры. Чтобы было высшее образование, доктор богословия. И чтобы лет 15, я сейчас не могу точно сказать, канцелярская работа. Я знал, куда писать, что по меркам, которые сегодня, если ни один апостол не прошел бы в апостолах. Я все это не критически, я просто вижу. Ну, ни одного образования такого, только Павел был с образованием. А рыбаки? Ну, рыбу знал, там до сотни можно считать. Дальше. Их поставим на эту службу. А мы постоянно пребудем в молитве и служении Слова. И угодно было это предложение всему собранию. И избрали Стефана, мужа, исполненного верой, и Духа Святого, и Филиппа, и Прохора, и Никанора, и Тимона, и Пармена, и Николая Каяхийца. Мы там находимся в той общей. Избрали бы нас на это? Избрали раздавать, кормить. И то в Духе Святом. Не говорим, что о миссионерской работе, о проповеди. Даже вопрос не ставится. Вы поставлены, апостолы. Дальше они будут учить других. И далее. Их поставили перед апостолами, и сей, помолившись, возложили на них руки. Так. Первое. Коринфянам. 7.26. Это глава самая трудная сегодня. О женихе. Хорошо, нехорошо. Там нехорошо человеку быть одному. Ветхому человеку. Бог закончил творение, создав Адама. Последнее. В Новом Завете Господь говорит, творю все новое. Творить нового человека. И где Он его сотворил? Когда? Из преисподней вышел. Та суббота покоя указала на воскресенье. Он в субботу пропадал в преисподних местах, а потом оттуда вышел. Господь наш Иисус Христос. Итак. По настоящей нужде за лучшее признаю, что хорошо человеку оставаться так. Там нехорошо одному быть. Это всегда в священниках, когда венчание проходит, там нехорошо одному быть. А сегодня Павел говорит, что хорошо им оставаться одному. Какое время? Детей воспитывать не дают. Мы только рассуждали, что. В именальной инвестиции 2,5 миллиона детей отняли только во Франции. Никаким образом нельзя от них избавиться. Затейли отнять, отнимут. Мать держит ребенка, обняла. Понимаете, что отнимут. Ребенок не плачет. Смотри, она как прижимает. Удушающая любовь. Кстати, я сегодня. Видите, мужик один раз в году при полиции. И как они воспитают, кем он будет. И апостол Павел тогда знал, христиан как знали. Хорошо им оставаться, как я. Это он говорит. Не я. Дальше. Вот это мы считаем. Это 6 раз он говорит в этом первом послании. Хорошо. Мы рассуждали сегодня. Занятие у нас было. Кто не был, не знает. Что девушка выросла. Зрелый возраст. Отдавать замуж или нет. Она не решала. Она полюбила кого-то, увидела где-то. Хотела бы. От нее ничего не зависит. Если отец решил, чтобы она не выходила, она уже не выйдет. Это у нас написано. 7 глава. Хотя запрета нет на это. Хорошо, кто выдает дочь замуж. Но лучше, если она останется одна. Слово хорошо и лучше, это превосходная степень. 7 глава 1 Корейфин. На ней сильно многие споткнулись. 1 Тимопеев 4.4. Еще три места. Ибо всякое творение Божие хорошо. И ничто не предосудительно, если принимается с благодарением. Вот представьте, к вам приехал гость. Да у нас свое. Да не уговаривайте. У меня все свое. А что свое? Да у меня такое мясо есть. Вам оно неприятно будет. Какое? Вдруг он вытаскивает змея уже жареную. Змея. И он ее ест. А где? Да я в Китае был. А вы не знаете, какая она вкусная. Как курятина. Змея. Не осуждайте его за это. Вот. Все, что Бог сотворил, написано в конце. Все прекрасно. Все хорошо. Ну, неужели эти клопы, клещи, инсиполитные, они не были такими? Это наш грех сделал их такими. Они все для чего-то были. Может быть, какие-то издавали звуки. Вот мы слышим, скворец поет. А сегодня обнаружили, оказывается, еще на двух нотах поет, которые не слышны. И там более красочно поется. Приборы показали только. Да не может быть. Не слушал, не знаю. Но, думаю, у Бога все возможно. Евреев 13.9. Учениями различными и чуждыми не увлекайтесь. Ибо хорошо благодатью укреплять сердца, а не явствами, от которых не получили пользы занимающиеся ими. Как же жили люди? По совести и по Слову Божию. Нужно заботиться о совести. Особенно внимание обратить на детей. И прямо показывать. Ты его обидел? А на этом месте ты теперь стоишь. Как ты будешь? Не желая ближнего труса, если бы тебе не желаешь. Паренькими такими примерами покажите ему. Учитель, это не просто научить его считать. Выберите нравственные законы. Показывайте. Он там грязный что-то сделал. Здесь мыли. Стоят люди, щелкают. А баптисты знакомые. Я говорю, зачем? Тут же асфальт убрано было. А для этого есть уборщики уберут. Говорю, что ж такое? Это наши православные так делают? А мы-то уже все Евангелие считали. Ты делай так, чтобы не стыдно было пристать перед лицом Господня. Господь рядом. Написано, не сетуйте друг на друга. Вот, судья стоит у дверей. Мы о ком-то говорили. Ты никому не говоришь, что говорила про него. А дверь закрылась, а он и стоит. Судья у дверей стоит. Эта тема хорошо и плохо. Не будем сейчас зачитывать. Первая каретность 7, 8, 26 и 7, 37. Говорит о том, что хорошо человеку на 100% быть преданным Богу и служить для него. Богу нашему слава во веки веков. Аминь.